Продолжение следует... Давайте по порядку. Я не могу общаться со своей сестрой, пишите вы. Ну, вот здесь момент такой. Люди очень часто не могут общаться со своими родными, со своими близкими и так далее. Ну, просто потому что отношения не складываются. Ну, бывает такое. Ничего страшного в этом нет. Непонятно, почему вы, если не молите с необщаться, не общайтесь. Вы говорите, вас доставляет мама. Вот этот момент мне, конечно, очень не понравился. Вы говорите, что заставляет мама вас, значит, общаться с сестрой. Это, по моему мнению, не более чем такая удобная отговорка. То есть, меня заставляет мамой, от меня ничего не зависит, я ничего не могу, не могу ничего сделать. Давайте подумаем. Если вы не молите общаться со своей сестрой, то и не надо общаться с ней. Не надо общаться с ней. Что сделает ваша мама, например, которая заставляет вас общаться с ней, если вы не будете этого делать? Вот что она может вам сделать? Фаббаска. Что она может вам сделать? Подумайте, пожалуйста, об этом. Подумайте, чего вы в итоге боитесь? А боитесь вы в итоге, скорее всего, одиночеством. Потому что вам, значит, у вас люди, которые их сами зовут, приучились, что вы без них ничего не можете, что вы без них ничего не стоите. А мама ваша хотела, чтобы ее дочь, старшая дочь, то бишь, ваша старшая сестра, чтобы она была самая лучшая, чтобы она была самая первая, везде первая, чтобы она была все самая лучшая. Верно? Верно? Верно. Вот так все это стоит. И когда? Когда она, ваша сестра, перестала быть единственной, то есть когда появились вот вы, мама, ваших мам, стала бояться, что появится у нее конкурент у вас. Потому что мама-то хотела, чтобы ее ребенок был идеальным во всем. Мама-то хотела, чтобы ее ребенок был самым лучшим во всем. А вы вроде как внесли смятицу небольшую в этот процесс. Потому что, потому что, почему вы внесли смятицу, потому что, вы стали конкурентом. по мнению мамы, по мнению мамы, вашей, вы конкурентка для своих сестры. Вот отсюда как раз и все проблемы, которые у вас есть. Что это значит? Это значит, что ваша мама, по сути дела, использует вас для того, чтобы вы подчеркивали превосходство, значит, вашей сестры во всем, ну вот не умеют по-другому, к сожалению, ваша мама. Есть такой тип личности, называется нарцисс. Нарциссу как раз таки и нужно постоянно доказывать и показывать, что важнее свое превосходство над другими. По-другому, к сожалению, по-другому, нарцисс не умеет. И ваша сестра постоянно хвастается и гнобит вас за то, что у вас нет, нет детей и мужа именно по этой причине. По причине того, что им это нужно. Она бы, ваша сестра, я уверен, не захотела бы, чтобы вы реально, вот чтобы вы реально стали замужней женщиной и так далее. Потому что тогда она, ваша сестра, перестанет быть самой лучшей. Тогда ваша сестра будет вас набить за то, что вы недостаточно хороши и так далее. То есть это, грубо говоря, такой процесс, который по сути дел никогда не закончится. У вашей сестры и у вашей мамы есть такая вот черта, есть такая вот особенность. Им нужно, им нужно, чтобы был кто-то, кого бы они могли добить. Ну, например, вот в данном случае это оказались вы. Я хочу, чтобы вы постарались эти вещи понять. Я хочу, чтобы вы постарались этот момент уяснить. Далее вы пишите, значит так, я переживаю по поводу того, что я одиноко. Смотрите, у вас здесь очень много «я». В тексте у вас очень много «я». Это означает, что вы не так много, и это неудивительно, говорите о себе. Я полагаю, что вам просто-напросто не дают говорить о себе, к сожалению. Ну, вот не дают вам этого сделать. И поэтому здесь, на нашем ресурсе, вы говорите о себе так много, постоянно повторяя слово «я». Потому что это «я» у вас подавлю. А теперь, если я скажу вам, что именно над вашим «я» и нужно работать, именно ваше «я» и нужно взращивать, развивать и воспитывать, но немножко по-другому. Не в условиях подавления, как вас воспитывали, как вас взращивали. Не в условиях конкуренции, как это постоянно происходит в нарциссической семье, а именно как личности, как равноправных, в данном случае, личностей. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, является самым важным. Самым важным является именно этот аспект. И я надеюсь, что вы обязательно постараетесь об этом подумать и принять одну важную вещь. что ни сестра ваша, ни ваша мама не изменится, не станут другими. Они и не могут быть другими. Они бы рады, может быть, быть другими, но они не могут. Они такие, какие они есть. И это нужно понимать. По возможности, по возможности, стараться их понять, что они такие, они живут с такой реальностью. И другой реальности у этих людей, к сожалению, нет. И быть не может. Опять же, почему так? Потому что они такие. Эти люди, ваша мама и сестра, вот они такие. И они другими быть не могут. При всем своем желании для них нет. Нет и не может быть другой реальности. Но для вас, для вас, другая реальность, конечно же, есть. Другая реальность, другая реальность для вас может быть, если вы начнете руководствоваться своими потребностями. Если вы начнете руководствоваться своими желаниями. Если вы позволите самой себе перестать соответствовать постоянно каким-то стандартам. Понимаете? Вот это, пожалуй, очень важный момент. И, вы знаете, вот в процессе терапевтической работы с вами, очень часто мы будем обращаться к вашему я. Тому, что как раз активно подавлялась вашими сестрой и мамой. И вот это, это поставит постоянное обращение к вашему я. И последует с той главной перемычкой к вашей новой жизни. Но для этого, конечно, потребуется работа. Для этого потребуется, конечно, усилие, как правильно вам сказал мой коллега. Значит, я ничего плохого ей не делал, зор у нас не было. Но это и не нужно. На ответственность они просто подавляют, у них нет другого, другой модели поведения. Я не выдерживаю общаться. Я не выдерживаю общаться. Не, но мама доставляет общаться. Как? Вот опять же вопрос. Как мама может расставить вас, взрослого человека, общаться с, допустим, тем, или с той, с той, кто вам не нравится? Вот вы подумайте только об этом. Как можно заставить человека общаться с тем, кто ему не по душе? Вы только подумайте об этом. Вы только постарайтесь вникнуть в это, в суть этого. Постарайтесь вникнуть. Кто и как может заставить кого-либо общаться с кем-либо против своей воли? А самое главное для чего? Понимаете? Другое дело, что вы уже за время своей жизни привыкли к такой модели. И скорее всего, опять-таки, скорее всего, о другой модели просто не знаете. То есть, вы привыкли к тому, что вас, в общем и целом, подавляют. Вы привыкли к тому, что вас, в общем и целом, значит, принесают, да? Вы к этому привыкли. И по-другому вы, ну, естественно, скорее всего, будете бояться. Если вам вот сказать, что вот давай, ты будешь как-то иначе, как-то по-другому себя вести. Скорее всего, вы будете испытывать страх, потому что, ну, а как по-другому? Я же не привыкл, я же не умею, я же не знаю, как вообще нужно, да? Я боюсь. Вот с этим нужно работать. Поддерживать, быть рядом, сопереживать, направлять, но как партнер. Именно партнерское отношение к вам, партнерское, равноправное, такое же, как на работе, например. И здесь необходимо, в первую очередь, в первую очередь, регрессировать. То есть, расслабляться, говорить только о себе, не бояться ничего обязательно. То есть, любой страх чего-либо, это ключ к зажиму, это ключ к напряжению внутреннему, а значит, искажению вашего поведения. То есть, нам с вами этот момент не подходит никак совершенно. Нам с вами нужно все-таки, чтобы вы учились себя слушать. Нам все-таки с вами нужно, чтобы вы опускали себя, чтобы вы прислушивались к своим желаниям. А это невозможно в условиях напряжения. Поэтому первое, что я хочу сказать, это регрессия. Регрессия обязательно нужна. Регрессия обязательно нужна, чтобы вы учились находиться в этом состоянии. Когда у нас никто ничего не требует. Когда вы принадлежите сами себе. Вот так, постепенно, постепенно. Сперва на уровне каких-то, буквально, действий. Сперва на уровне каких-то операций. Сперва на уровне мыслей. На уровне чувств. То есть, позволить себе сперва чувствовать. Позволить себе хотеть. Вы говорите, я не могу. Нет такого слова, не могу. А вы не можете, потому что не умеете. Но можно научиться. Можно научиться. Для этого нужно знать, как по-другому. Как по-другому и какие установки ваши мешают этому, так? Какие установки мешают тому, чтобы прислушиваться к своему «хочу». не к тому, что я могу или не могу, а «хочу». То есть, чтобы говорить по сути, по-взрослому. Вы же как бы говорите, не по-зрослому, вы говорите по-детски. Когда вы говорите, что я не могу, вы говорите по-детски. А нужно говорить. Я не хочу. Или не умею. Но, если не умею, то и хочу научиться. Соответственно. Или не хочу учиться. Это ваш выбор. Понимаете? Далее. Далее. Значит. Так. Она говорит, чтобы я обеспечивала ее ребенка, раз у меня своих детей нет. Что мне делать? Ну вот, давайте мы с вами здесь и попробуем применить нашу теорию, теоретический конструкт, который я вывел. Ну вот, давайте попробуем подумать. А как бы вы сами, вот как вы считаете? Правильно. Вот вы как считаете? Вы должны содержать ребенка своей сестры только потому, что у вас нету своих детей. Вы считаете сами, что подобное поведение было бы правильным или нет? И почему? Вот подумайте на эту тему. И когда и если у вас будет ответ, а он у вас обязательно будет, я бы хотел, чтобы вы обязательно его озвучили себе. Либо себе озвучили, либо там где-то еще озвучили. То есть это, это не так важно, где именно и как вы, значит, озвучите этот ответ. Главное, главное, чтобы вы его озвучили, главное, чтобы вы прямо вот решили для себя, что так, например, верно и так далее. То есть подумайте еще раз, что для вас и именно для вас будет самым адекватным, что для вас будет самым правильным. Вот, ответьте себе на этот вопрос. Я думаю, что именно с этого ответа вы будете начинать менять человечество. Скажу вам честно, что этот процесс не может быть ограничен только одним ответом на ваш вопрос. Это работа. Но если у вас будет желание действительно поменять свою жизнь, обыскать счастье и так далее, то вам необходимо регулярно работать с психологом. Для того, чтобы с ним учиться преодолевать вот эти вот все трудности, которые у вас сейчас есть и, по сути дела, воспитывать, делать себя заново. В этом я вам желаю удачи, как и в поиске подходящего эксперта. Если у вас остались вопросы ко мне или что-то непонятно в моем ответе, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok